Друзья, привет всем! С вами Ирокес и очень часто играя в паб, когда вас убивает соперник, вы думаете, а не читер ли он был? И хочется, конечно, знать, убил ли вас честный соперник или же с софтом, и поэтому сегодня мы разберем на примере одного вот такого дурачка несколько признаков, по которым можно 100% понять, читер этот человек или же нет. Ну что ж, погнали! Тут у нас дурачок, который рекламирует софт, ну и на его примере мы рассмотрим, как играют читаки, и при этом он пытается не палиться, но мы уже на 100% знаем, что он играет с читами, потому что всё есть на экране. Естественно, здесь не будет какой-то тупой херни, мол, вот если он стреляет через стены, то это читер. Нет, конечно, мы будем говорить про тех говноедов, которые ещё и пытаются не палиться, которые делают вид, что они играют честно и как бы лекитно. И на их примере как раз будем разбирать. Давайте посмотрим с момента того, как он лутается, то есть пока что, естественно, ничего не понятно, но вы уже сейчас можете видеть, что игроки подсвечены, что их видно, что имеется ВХ. Также, насколько я знаю, у этого типа имеется антиотдача, а има нет, так как он очень жёстко палится. И вроде как на этом всё, у него даже айтемы не подсвечены, то есть никакого радара, ничего. Первое, что сразу понятно, человек лутается очень херово. Но если вы будете смотреть реплей от начала до конца, то тоже обратите на это внимание. Но я как бы не стал это включать в список, но тем не менее, вообще, в принципе, все движения у данного человека очень слабые. И здесь как раз-таки мы начнём с первого, самого важного и самого, на мой взгляд, эффективного способа понять, честный ли против вас игрок или нет. Это соответствие его движения и его стрельбы. О чём же я говорю? Обычно читаки стреляют, ну, просто идеально. То есть, ну, вообще, выстреливают по вам очень-очень круто, моментально вас убивают, не давая вам никакого шанса. Но при этом обратите внимание, насколько этот человек херово двигается. Если вы посмотрите на любого серьёзного сильного игрока, то они не имеют движения, во-первых, более резкие, более быстрые и более чёткие. Даже вот вы скажете, мол, не все там куешатся, не все флексят, как Сенька, да? Например, есть игрок, который топ-1 рейтинг от Матри, я делал про него ролик. Он играет, ну, суперосторожно, вот как, например, вот этот вот дурачок сейчас. Но он это делает не так криво, не так тупо. Вот обратите внимание, ему очень тяжело нажимать одновременно, например, кнопки Е и Д для того, чтобы выходить одновременно с наклоном. У него наклоны на переключение, я это сразу же вижу, что является, ну, не очень правильным в данной игре. И вот все вот такие вот вещи, то есть вот сейчас вот Ганти, насколько он аккуратно как бы обходит всё вот это вот постоянно, не знает, куда смотреть, не знает, как двигаться, не знает, где нужно присесть, где не нужно, как выйти. Вот медленно наводится, медленно стреляет и всё это в совокупности с просто великолепнейшим спрей-контролем, когда у него прицел вообще не двигается. Но здесь на таком расстоянии у любого среднего игрока бы не двигался, у меня, у многих из вас, я думаю, бы так же не двигался, потому что, ну, реально, 2 метра или 3 метра, что здесь такого. Но, тем не менее, при этом он вообще очень-очень криво всё делает. Вот это самое главное, самое важное, и на это в первую очередь обращайте внимание. То есть человек, вот он не может даже нормально выйти за стенку, он прицел всё время держит на стене, он не видит, ну, точнее, он знает, что соперник находится прямо там, он знает 100% что здесь есть человек, но он не может выйти прочекать нормально, потому что, ну, потому что он новичок, потому что у него мало часов в этой игре, но при этом стреляет он божественно, потому что стреляет за него софт. Вот всё и очень просто. Вторая, также очень важная тема, вот сейчас обратите внимание, я специально промотаю чуть-чуть назад, это несоответствие АИМа, скажем так. То есть сейчас с АИМом играет малое количество читеров, потому что он очень сильный, очень резко, очень быстро палится, так что все играют с макросами, с антиотдачей. Но, тем не менее, если человек с АИМом, то тут вообще всё понятно, давайте я покажу вам на примере как раз-таки, где двигается его прицелл. Вот тут специально я включил замедленную съёмку, и обратите внимание, сейчас выйдут данные люди на него, он, естественно, об этом знает, потому что палит через стенку, и он будет стрелять только по телу, при том, вообще, все его движения, они намного запоздали, нежели чем нужно, потому что, ну, он, опять же, плохо играет, мышкой водит хреново, и человек от него уходит, он еле-еле двигает прицелом за ним, у него не получается, он не может его догнать, он, опять же, не может правильно выйти. Потом переключается на второго чувака, и, опять же, ведёт далеко не близко к голове. Если у человека АИМ, если он играет как раз-таки с софтом, то у него прицел будет резко наводиться на голову, то есть он также вот как-то хреново-криво тянет, а прицел, дойдя до определённой точки, резко вот так скакнёт до головы. Ни у кого никогда такого не бывает среди нормальных игроков. Там должна быть как раз-таки плавная дуга, то есть если он наводится на голову, то оно должно быть, ну, вот как-то вот так, а не, например, вот так, и хоп, вот такая вот примерная дуга. Но, тем не менее, у как раз-таки игроков с софтом, с макросами, они вообще не наводят на голову. Как раз-таки серьёзные и умелые игроки, их какая цель? Вы наводите на голову, и там уже спрейте, чтобы было в район головы. А у него же нет такой цели, он стреляет абы куда, абы как, абы попало, при этом вообще не попадая по головам людям, вот даже не стараясь в неё целиться, просто у него всегда в районе тела как раз-таки его выстрелы, но, опять же, стреляет идеально. Это второй пункт, это второй признак читера, что человек совершенно не умеет аимить, при этом, опять же, стреляя и убивая очень даже неплохо. Третье, я тут даже на бумажечке записал, чтобы не забыть, это пункт уже как раз-таки такой плавающий, на первые два мы основываемся, остальные используем как подтверждение своих слов, своих подозрений. Третье, это говно в инвентаре. Читеры, ну, поскольку они не очень грамотные, они не знают, как правильно лутаться, как правильно держать свой инвентарь чистым, скажем так, адекватным. У них дохрена аптек, дохрена лишних патронов, какие-то тупорылые сетапы, типа вот такого АКМ плюс М416, вот здесь у человека СКС была, он её не брал. Он держит 3Х на АКМе, при этом, наоборот, не беря на М416. Опять же, очень-очень долго лутается, но, в общем, все вещи с инвентарём, которые связаны читерами, естественно, также делают очень-очень хреново. Поэтому, если вы на реплее смотрите, что чел лутается полчаса, но при этом до сих пор не нашёл для себя армор, не смог подобрать нормальный обвес и до сих пор не выбрал себе СКС, то есть он это делает, ну, прям реально, как супер тупорылый уолень, потому что, в принципе, таковым-то и является. Но, опять же, идеально всех замечает, идеально всех убивает, всё замечательно. Вот просто гляньте-гляньте на инвентарь этого идиота. У него здесь лежит КБУ, у него уже по 200 патронов на каждом из оружия, он до сих пор не нашёл армор, он не может подобрать бусты, он сейчас не сможет их подобрать, потому что у него нет времени, ой, нет места, и, ну, в принципе, я думаю, что тоже здесь всё понятно. Так что третий признак — это неумение пользоваться своим инвентарём и неумение лутаться. Четвёртое, тоже очень важное, на мой взгляд, — это отсутствие и, в принципе, полное игнорирование гранат. Любой разумный и опытный игрок гранаты использует, наверное, чаще, чем стреляет. То есть, как только вы навалили что-то по человеку, вы сразу же, если он ушёл за укрытие, начинаете как-то его распикивать, как-то разыгрывать с помощью гранаты. То же самое там, всякие флешки, смоки — это просто неотъемлемая часть любого нормального игрока, который хорошо стреляет. Этот же чел вообще не подберёт ни одной гранаты за всю игру, потому что они ему просто нахрен не нужны, ну и он не умеет ими пользоваться и, естественно, не умеет кидать. Поэтому тоже отличительная черта вот таких вот дурачков с читами, которые пытаются не палиться, это то, что они не умеют и не знают и не используют и вообще, в принципе, игнорируют все гранаты, которые только можно и их вообще никак не юзают. Ну и для следующего пункта нам нужно немножечко подождать. Сейчас давайте всё-таки посмотрим, как он тут дальше будет разыгрывать компонг. Здесь очень забавно, что три человека его просто зажали, он играет соло против сквадов, видимо, для того, чтобы показать, какой он жёсткий Вася, и он уже, я не знаю, минуты полторы просто стоит на этом месте, постоянно прочекивая этих челов, совершенно не выходя, потому что боится, естественно, боится выйти. Он не знает, как правильно это делать, не знает, как правильно рашить людей. И опять же, всё идеально. Видит, замечает через стеночки, ждёт, пока... А, стоп, это были даже разные сквады, я думал, что это три одинаковых человека. Крадётся, крадётся, здесь вылазит без крауджампа, выпрыгивает в спину, пока человек его не слышит, очень даже опрометчиво со стороны его друга. Здесь вообще непонятно, зачем смотрит в дверь, видимо, актриса, актриса, у которой нет Оскара. Опа! Но здесь палево, после этого, после этого момента его, в принципе, можно было репортить сразу же. Я все эти пункты говорил как раз-таки про человека, который старается не палиться с читами, но тут только что было палево-жёсткое, он только что настрелял через текстуру, при том здесь было вообще 100%. Замечает ещё одного чела, следующего, и разбирает всех троих. Ха-ха-ха! Такая, такая радость у говноеда! Слушайте, насколько же, насколько же обиженные вот эти дети. Я не знаю, его в школе, наверное, очень часто и очень много бьют, потому что, ну, это реально какая-то жесть. Как можно настолько радоваться такому говну, когда ты просто убил троих челов с помощью читов? Ну, мне такого, конечно, никогда не понять, но дитё радуется. Говно радостное не может подобрать армор до сих пор! Вот то, что я говорил с инвентарём. Уже, я не знаю, идёт, наверное, минута седьмая игры, у него до сих пор нет армора. Он уже пропустил два вторых жилета в трупах. Один первый, и он просто, вот просто, гляньте, ох, как же, как же это долго! Он ускорил специально, наверное, х10 для того, чтобы просто там что-то подобрать, собирать. Так всё это медленно делает, не может понять. Ну, ты возьмёшь армор сегодня, нет? У тебя как бы будет? Нет, он не берёт, он просто игнорирует то, что нужен жилет в этой игре. Это самый, ну, наверное, не самый, я видел и потупее. Но, тем не менее, это один из наиболее тупорылых чудаков, которые я когда-либо видел. Реально, дюпель просто вышел из компонга. Зона его ещё не поджимает. И обратите внимание на худ, у него нет армора. Он бегает, он бегает пустой за счёт этого. Ну, и последнее, что я как раз-таки хотел отметить, пятый пункт, это перемещение по карте. Перемещение у них всегда тоже довольно-таки глупые, всегда прямолинейные. То есть, он бежит, ну, вот прям, вот, знаете, строго по прямой. То есть, он вот этот ещё пытается так как-то, то от дерева к дереву, то ещё что-то. Но это всё равно очень палевно. То есть, вот он просто-просто бежит впрямо. И, скорее всего, до зоны. То есть, он не берёт ни какой-то угол, ни какая-то там прокрученная версия идеального передвижения. Не держится там каких-нибудь, наоборот, кимпов, деревьев, укрытий, лоу-граундов. Не выглядывает за эти лоу-граунды. В общем, не делает всё то, что делают нормальные игроки. А просто, как идиот, бежит прямо, никогда не смотря в спину. Потому что, ну, а зачем, действительно. И вот это пятый пункт. И как раз-таки сейчас будет самое приятное. Сейчас этого дурачка рано или поздно убьют. Потому что, ну, у него нет армора. Он на три попадания, чел. Неважно, насколько ты там чувак с софтом. Тебя очень будет легко разобрать. Особенно в сквадах. То есть, два более-менее сыгранных человека с разных сторон. Его по-любому расстреляют. Ну, и вот, как раз-таки он нашёл себе судьбоносный сквад. Как раз-таки два человека, которые решат по нему жахнуть. Он взял армор? Ты взял армор? Алло, алло, дебил. Не, не взял. Там лежал первый армор. Но этот придурок до сих пор его не взял. Всё нормально, всё хорошо, всё чётко. Оно ему не нужно. Ну, он так думает, по крайней мере. Шестерых же развалил без жилета. Значит, и ещё шестерых, наверное, сможет. Здесь не может попасть по голове человеку. Хотя, по-моему, может быть, даже один раз попал. Тут сейчас ускорение заканчивается. И он говорит, ух, сука, заметил меня. Мне не нравится, когда меня замечают. Он бахнул один раз. И вот, как раз, два попадания более чем достаточно для того, чтобы его убили. На него имеется угол с другой стороны. Он не может правильно встать за дерево. Напоминаю, потому что это, блядь, флопап. И говорит, я напоминаю, что это пап, и что одни чты. И меня тоже убили с чатами, потому что я вот такой вот. Но, на самом деле, нет. Ты просто кусок говна. И челы, которые тебя убили, скорее всего, были без чтов. Просто ты армор поднять не можешь. Куда тебе вообще что-то делать в этой игре? Ты слишком никчёмный. Но, тем не менее, это довольно было забавно. И я рад, что справедливость восторжествовала. Что всё-таки нормальные челы убили этого дурачка. Ну и теперь вы знаете, как по реплею понять, скрывается ли за игроком, убившим вас читак. Или же это честный игрок, который просто, там, например, хорошо играет. Почему бы нет? Таких в PUBG действительно немало. Ну что ж, дорогие мои друзья. Репортите читеров. Всем им прилетят баны, уж не сомневайтесь. Кому не прилетят баны, ничего страшного, будет инсульт джепы. Так что рано или поздно справедливость всё равно будет. Всем вам всего самого наилучшего, удачи и, конечно же, до новых встреч. А следующее видео уже совсем скоро. Всем пока.